Дорогие мои друзья, я приветствую вас на канале Вязание и я, меня зовут Юлия. Ну как видите, да, я к вам сегодня не с пустыми руками. Я получила подарок ко дню рождения, правда, да, он у меня прошел, но так работает почта. Получила подарок из Германии, от кого? Ну конечно же, от моей подружки Алены Абель, от моей пряжной феи и вообще от просто от замечательного, чудесного человека и мастера в вязании. Как видите, я посылку вскрыла, но я понятия не имею, что там находится. Поэтому предлагаю вам вместе со мной разделить радость от подарка, посмотреть, что там, потрогать, как говорится, и ощутить массу вдохновения. Аленушка, а я тебя благодарю от всей души, огромное тебе спасибо. Здесь какой-то коробок, здесь какой-то коробок. Я сейчас возьму ножницы, вскрою и мы с вами, и вернусь к вам. Алена запаковала тут на славу, я еле-еле раскрыла. Так, ну первое, это, конечно же, открыточка. Я тебя тоже люблю, целую и обнимаю. Аугсбург, это очень приятно. Алена, спасибо. Дальше куча пряжи. Так, девочки, вот такая вот бобинка. Вот такая вот бобинка, я не знаю, что в составе. Алена ничего не написала, но это, по-моему, такая пряжа, вот смотрите поближе, как вязала себе тунику платья Маргаритка. Маргаритка. По-моему, это точно такая же пряжа, великолепный оттенок. Я обожаю такие оттенки, они мне идут. Но вы знаете, насколько бежевых оттенков очень много бывает. Вот именно такой оттенок мне очень идет, и он меня успокаивает. Я его люблю. Он с такими вкраплениями, неоднородная ниточка по толщине. Тонюсенькая, тонюсенькая, тонюсенькая. Не знаю ни метраж, не знаю ничего. Вот видите, да, насколько она разная по толщине. Не знаю ничего. Все, у Алены узнаю, разузнаю. Но почему-то у меня такой вот, или это полухлопок, или это хлопок. Очень приятная нить, мягенькая, очень такая. И вот это вот сам цвет, конечно, обалденный. Спасибо большое, Ален. Дальше. Бобинка. Бобинка, какая интересная бобинка. Тоже ничего не знаю. Ничего не знаю, что это такое. Тридцать процентов вискоза, пятьдесят шерсть, двадцать акрил. Такой глубокий синий. Камера передает его даже ярче, чем он есть на самом деле. Он такой уходящий в темно-темно-синий, ближе к черному цвету. Имеется пушочек. Большой. Видите, да, на конусе. Тоже тоненькая ниточка. Ой, она такая прям с ворсинками какими-то. Тоненькая ниточка интересная. Очень. Куда-нибудь обязательно применим. Так, дальше. Алена сделала миксы. Я так думаю, что тут в составе, наверное, такая же вот ниточка. Вот, наверное, из такой вот бобинки здесь в составе есть эта пряжа. Тоже не знаю, что это вообще, честно. Алена ничего не написала. Четыре вот таких вот моточка. Ой, каждый, я так предполагаю, по 100 грамм. Но здесь Алена скрутила что-то очень многое между собой. Раз, два, три, четыре, пять нитей. Смотрите, вот такой вот цвет, да, легкий-легкий-легкий меланж. Очень мягенькая, очень-очень мягенькая. Пять нитей. Даже не представляю, какой метраж, но если вязать в одну, наверное, на троечке. Мой любимый метраж. А если вязать в две, то это получится для меня очень толсто, конечно. Да, это очень толсто. Это на пятерке как минимум. Так что будем что-то придумывать. Мягенькая, приятная. Вот. Все узнаю. Ничего не знаю. Алена поленилась написать. Алена, да почему поленилась написать? Я к тебе сейчас приду в личку, понимаешь? Вот. Ну, даже не знаю, друзья. Даже не знаю, что здесь входит в состав. В любом случае, пряжа замечательная. Я обязательно найду ей применение. Так, ага. Я вижу здесь два моточка льна с хлопком. Тоже неоднородная ниточка. Я такую пряжу от Алены получала в прошлом году. У меня есть четыре мотка. Я Алене сказала. Ален, ну как-то мы разговаривали. Мне ее надо с чем-то миксовать, потому что если я буду вязать в три, в четыре нити, то мне не хватит ни на что. Для того, чтобы с чем-то миксовать, я должна еще придумать, да, чтобы и по составу, и приближенная была, и по фактуре. Ну, как бы, чтобы что-то сложилось, чтобы пазл сложился в единую картинку, да. И Алена, вот, недолго думая, положила мне еще два моточка. То есть, если у меня всего шесть мотков, каждый, если вязать в три нити, это великолепная получится толщина ниточки. Тогда мне вполне хватит на полноценное изделие. Ален, большое спасибо. Это, конечно, скорее всего, будет уже следующий сезон летний. Я очень хочу себе связать джемпер в стиле, наверное, даже Боха стиль или Оверсайз, или одно с другим. Вот из этой пряжи обязательно свяжу. Ален, спасибо большое. А у меня Сашок просил из этой пряжи футболку на себя рвань. Но, опять же, если бы даже я на него вязала, у меня бы не хватило. Вполне возможно, что это будет не мне, а Санечке, моему любимому мужу. Вполне возможно, допускаю. Потому что лен с хлопком ему нравится. Это гигроскопичная пряжа, и я ее обожаю. И она мигусенькая-мигусенькая, приятная очень. Все-таки лен в смесовках, он значительно отличается, именно в бобинных смесовках, от моточных. Значительно, по мягкости, намного мягче. Так, и Алена мне прислала, какая ты внимательная, подружка моя дорогая. Кто помнит, я вязала свой пуловер Лагуна, и миксовала ее с пряжей бобинной. Не помню название, ну, в общем, это не имеет значения. И у меня осталось чуть больше одного мотка. И Аленка мне дослала еще два моточка, чтобы я смогла сотворить еще одно изделие. Ален, большое тебе спасибо. Прекрасно, когда ты у меня есть, подружка моя дорогая. Понимаете, да? Вот было полтора, ни туда, ни сюда. А теперь у меня целых три с половиной. Это точно хватит. Здесь в этом миксе три ниточки. Здесь вискоза и две ниточки полухлопка. И если мне не изменяет память, то 700 метров в 100 граммах. Соответственно, если вязать в два сложения, точнее, в сложения из двух бобинок вот этих, да, тогда получится метраж 350 на четверки. Великолепно. И я точно помещусь в это количество пряжи для полноценного плечевого. Ален, огромное тебе спасибо. Как же классно, как же классно. Ален, ты мне подняла настроение. Так, ага, что я вижу? Ой! А у меня есть визиточка, Абель Книд. Как классно. Ой, Аленка, супер, супер. Вязание и не только. Инстаграм. Там, одноклассники, это ты думаешь, что у меня совсем плохо с памятью станет, чтобы я вот сюда посмотрела и нашла тебя, да? Не переживай, я найду. Спасибо большое, Аленушка. Так, здесь, я так понимаю, подставка под планшет. Деревянная подставка. Мы с Аленой, когда выходим на скайп, общаемся, я вечно думаю, куда мне притулить свой планшет, потому что неудобно держать его в руках. И Алена, сразу недолго думая, положила мне подставку. Спасибо тебе, подружка дорогая. Значит, вечером выйдем на связь. Классно, спасибо. Так, здесь какая-то коробочка. Коробочка в коробочке в коробочке. И опять мне нужно ее вскрывать. Но ножницы у меня под рукой. Я сейчас... А-а-а! Это моталка! Это моталка! Это Алена мне сделала подарок за сотрудничество, скажем так, когда мы с ней вели совместный проект «Петчворк с Юлей и Аленой». И Алена мне прислала моталку. Ален, я обязательно зайду к тебе на твой ролик, на твой канал, посмотрю видео о том, как ты учишь, да, как работать этой моталкой. Потому что я ее в руках держу вообще первый раз в жизни. И, конечно же, я совершенно не помню, как это делается. И буду учиться. Здесь такая вот штучка есть. Я не знаю, как она работает. В общем, разберусь. Обязательно здорово! Как это здорово, когда есть моталка, и я теперь могу миксовать. Огромное тебе спасибо, подружка! Огромное спасибо! Так, ладно. Едем дальше. Так, здесь магнитик «Аугсбург». Он займет свое почетное место на моем холодильнике. Я очень люблю... Каждый магнитик несет в себе воспоминания. Это здорово, это классно! Спасибо большое! Так, здесь это еще не все, дорогие мои друзья. Здесь что-то еще. Один пакет. Он тяжелый. Он прям тяжелый. О, что-то я вижу. Какие-то часики какие-то. Какие-то часики. Двое. Я так понимаю, это для моих пацанов, да? Я думаю, они будут очень рады. Ален, спасибо огромное! Вот такие интересные! Так, наверное, в них надо вставить батарейки, потому что они не идут, или они заводятся. Не знаю, разберемся. Наверное, нет, наверное, все-таки в них надо вставить батарейки. И эти тоже, и эти тоже совершенно... Здесь вообще часы без табло. А может, это вообще не часы? В общем, ну я так понимаю, если на руку, значит часы. Это на маленькому, это на старшенькому. Спасибо большое, Алена! Они будут очень рады. Так, и огромный какой-то тяжеленный пакетик. Тоже сейчас я быстренько его вскрою. Что-то тут интересное такое. Наверное, это проектная сумочка. Угу, да. Ой, какая классная! Вот такая проектная сумочка. Вот так, с рисунками. С этой стороны вот такая. И она на кнопочках. Ой, класс! Тут кармашки внутри. Я люблю проектные сумки. У меня проектов много, и проектными сумками я пользуюсь. Спасибо, Ален, большое! Приятная очень сумочка. Так, дальше. Вы не поверите. Ё-моё! Тут целый пакет декоративной косметики. Боже! Как не только декоративная, тут и косметика по уходу, масочки, насколько я понимаю. Сейчас посмотрим. Ммм, да, маски. Мои любимые немецкие маски. Боже, 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 сколько всего! В общем, здесь просто огромное количество. Вот четыре вот такие. Это еще не все. Здесь что-то еще есть. Здесь еще куча-куча всяких разных масок для лица. Ой, как это классно! Кстати, сколько масок не пробовала. Я, правда, не пробовала корейские маски. А вот немецкие маски я перепробовала. Алена мне их разные прислала. Мне они очень нравятся. Бесподобные. Ну, теперь будем красивыми вечно. А сколько декоративки! Мои хорошие! Ну, я думаю, что все это показывать просто не имеет смысла. И этого здесь тени, бесконечное количество теней, просто румяна, просто всего очень-очень много. Ну, просто, я не знаю, это вот целый пакет, и губные, и целый пакет тут декоративной косметики. Вот это да! Аленка, я до конца жизни буду пользоваться, и, наверное, все это у меня не закончится. Огромное тебе спасибо! Красота какая! Оттенки разные, всякие, всякие разные. Блески для губ. Вот такие блески. Все, сейчас пороняю, пора забью. Ален, спасибо огромное! Спасибо, что ты у меня есть, подружка! Спасибо тебе за доставленную радость, удовольствие, вдохновение! Моему счастью нет предела! Дорогие друзья, спасибо, что вы были со мной, разделили со мной радость! И желаю вам побольше позитивных моментов в жизни! Пусть у вас тоже будут свои феи! Но самое главное, друзья, спасибо вам, что вы были со мной! Я с вами прощаюсь, до скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok